Итак, дамы и господа, с вами Михаил Говорящие Руки. Сегодня у нас, опа, небольшой обзорчик. Вот, как вы видите, у меня даже кружка в цвет всего того, что находится на рабочем столе. То есть, клавиатура Вармилы Кои, ковёр Вармилы Кои. Оба-ла! Это что за хрень? Короче, мышка от Logitech. Короче, функцию свою выполняет, но выглядит не особо. Уже такая припожилённая, формы у неё тоже специфические. Ну, я решил, короче говоря, заколхозить это всё дело. Собственно говоря, магия рук. Раз. И пришли мне вот такие вот наклейки. Они, вы не представляете, называются грипсы. Грипсы на мышку. В стиле киберпанк. При этом, кстати говоря, тут как будто какое-то дерево, знаете. То есть, текстура дерева. При этом они такие прорезиненные. Ну, кажется даже, нет, кажется как будто даже пробумажненные какие-то. Просто бумага продавленная. Ну, вот, называется грипсы. Как мы знаем, грипсы ещё бывают на велосипеде. Я, может, сейчас даже найду, где-то у меня валяется. Вот такая вот штука. Тоже называется грипса, только велосипедная. Но она немного грязная, поэтому я её уберу. Собственно, что меня побудило вообще заказать вот такие вот наклейки. Кстати говоря, их версия была максимально урезанная. То есть, изначально я выбирал вообще только вот эти набор. То есть, всего из пяти штук. Но потом обнаружил, что есть ещё дополнительно, куда их, правда, клеить. А, ну я примерно уже представляю себе. Самое главное, что меня побудило их заказать, то что очень сильно походит на мою клавиатуру. То есть, теперь у меня всё будет красное. У меня, в принципе, такая идея, то что все провода сделать красные. Даже у мышки взять провод отпаять и припаять красный. Ну, провод здесь, конечно, вообще. Logitech что-то пожалели очень сильно. Вот так смотришь, тут вон HDMI идёт вот о куще. И самый тонкий провод это у мышки, короче говоря. Даже у вебки и то и больше. Ну, по ощущениям, короче говоря, поприятнее будет. В стиле, кстати говоря, киберпанк. То есть, здесь вот даже подписано, что это киберпанк 2077. А я этого, кстати, даже не доглядел особо. Написано пинг. Типа розовый. Но на деле красный. Видимо, изначально розовый был. Потом в фотошопе изменили на красный. Но он чуть поярче, чем моя клавиатура. То есть, как получается? Купил в армилу ковы, думал, что она будет красная. Она оказалась такого кровавого цвета. Купил коврик, думал, он будет под клавиатуру цветом. Коврик оказался ещё темнее, чем клавиатура. А это наоборот, самая яркая. Пфу! Какая-то это ни туда и ни сюда. Ну, будем экспериментировать. Надо, получается, думаю, мышку обработать как-нибудь красивенько. И уже можно приступать клеить. Надеюсь, я не облажаюсь. Плюс-минус пойму, что куда. Ну, разберёмся по мере заклейки. Не буду там особо что-то придумывать. Чисто обычной влажной салфеткой протру всё это дело. Мышку я вообще ни разу не протирал, друзья. Абсолютно. Она, наверное, самая грязная, что у меня здесь есть на рабочем столе. Она, оказывается, здесь сбоку прорезиненная. Это мышка Logitech G512 или 502. 502, друзья, 502. Примерно прицелимся. Ну, вроде как понятно. Она, кстати, пришла свёрнутая, то есть вот так. И неизвестно, что будет с вот этими центральными наклейками. Потому что они вот так вот были, короче говоря. Ну, как говорится, чем хуже, тем лучше. Пробуем отклеивать. Так, момент истины. Да! Я уже вижу, какой капец нас ждёт. Слушайте, нет, действительно, стало даже... А, действительно, даже поприятнее стало пользоваться. Пишите в комментариях, как думаете, насколько это колхоз. Дед-то уже не понимает, дед уже старый. Ему всё, что новое, интересно, охота попробовать. Пошла правая кнопка, друзья. Мышка уже становится постепенно геймерской, да? Конечно, вот здесь по бокам видно вот эти белые края. Ну, я думаю, со временем они сгладятся как-то. Так, дальше у нас идёт самый большой элемент. Он же, скорее всего, будет самым сложным. Я ожидал, что получится гораздо хуже. Вроде как получилось более-менее нормально. Самое, что угарное, вот это всё мне обошлось в 15 рублей. Хотя стоит обычно там рублей 200 либо 300 в среднем. Некоторые даже 600 за это просят, чтобы вы понимали. Мне кажется, я китайца разорил. Самое ответственное, друзья, с кругляшком. Ну-ка, справлюсь, нет? Всё, какой-то камуфляж получается уже. Чисто это мышка для военных на туре. Мне уже даже немного смешно становится. Вот так получилось. Время покажет, что это из себя покажет. Вот это вот, конечно, не очень красивые моменты, стыки. Вот это тоже непонятно. Я, наверное, как-то не так наклеил, что ли, надо было по центру. И может пока есть смысл переклеить. А это мы с вами узнаем. Вообще можно переклеить её? Да, кстати, в принципе, можно. И вроде как даже нормально. Если она у вас постоит чуть-чуть, то уже потом переклеивать будет тяжело. Я вот сейчас сразу сделаю ровненько. Друзья, честно, очень охота услышать ваше мнение в комментариях. Моё мнение такое, что немного кринжевик такой стал. Знаете такое слово? Вот, собственно говоря, это оно. Но справедливости ради, в руке реально стало лучше лежать. То есть какая-то уверенность появилась, прям сила. Сразу чувствуется, что АИМ в миллионы раз лучше стал. Это гарантированно. Тут каждый для себя решает, надо ему это, не надо. И оказывается, мышки даже с хотсвапом есть, чтобы вы понимали. То есть вот эти вот кнопки, которые там внутри, можно менять, доставать и так далее. А здесь они припаяны. В общем, мышка не для самых профессиональных геймеров. Но, тем не менее, сенсор у ней нормальный. На этом, собственно говоря, всё. Такая вот расклеечка. Есть у меня ещё одна посылочка. Но её мы, к сожалению, с вами распаковывать не будем. Это подарок моему другу. В общем, там лежит кейкап в стиле Razer. Что-то там 250 рублей стоил. И я решил... Ну, он у нас любитель Razer, поэтому подарю ему вот такой вот подарочек. По ощущениям вообще ничего нет. Прикиньте, один кейкап сюда положили и такая гигантская коробка. Да мне вот эту штуку отправляли, то, короче, в письме. А здесь целая коробка. Ну, правильно, я бы за 15 рублей вообще ничего не стал отправлять. Ну, китайцы молодцы, отправили. Вообще, задаром практически. Смотри, как будто реально там ничего нету. Но на самом деле там должно быть что-то. Доподлинно неизвестно. А на этом с вами прощаюсь. Вот такой кринжевик у нас сегодня. Всем удачи, друзья. До новых встреч. Говорящие руки Михаилу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...